Аплодисменты Просто какие-то шматки лежат, мучи Я даже не знаю, насколько он ее раз перемолол Я даже не знаю, а есть ли смысл вот это собирать Мне кажется, смысла нет, это все перегниет один-два дня А что касается вот этих вот маневренностей Несмотря на то, что она просто огромная Я ей вот эти вот деревья вообще объезжал Как домашняя газонокосилка Обычная, как будто я иду там 40 килограммами Вы посмотрите, я проходил под всеми деревьями Я выкашивал все Трава была, мама не горюй Почти под каждым видео вы мне пишите Алексей, приезжайте ко мне на участок Выкосите мне вот это все Заодно снимите отличное видео Так, друзья, сегодня мы приехали к Пете Петя, здравствуй Будем выкашивать его участок Он нас пригласил снять отличный контент Показать, что может это устройство А это не косилка Это действительно полноценный трактор Два горшка, 26 лошадиных сил Да мама не горюй, мощности здесь Я думаю, даже таких тракторов сейчас по мощности Минников нету В общем-то, это косилка, которая может косить даже деревья Вот с таким участком, я думаю, за минут 15 мы справимся Обкосим, протестируем и покажем вам, что это действительно на сегодняшний момент самая крутая вещь, которая есть на рынке И цена на нее 380 тысяч рублей Кому интересно, смотрите, все сейчас покажем Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstock Меня зовут Алексей И я его ведущий А вас я, как всегда, снова всех рад видеть И сегодня у нас не косилка Сегодня у нас настоящий универсальный комбайн Вещь, которая предназначена для коммерческого использования Но покупают в основном частники Ведь всем нужна самая крутая косилка Либо снегоуборщик Либо щетка Либо еще куча других насадок Так вот, встречайте У нас сегодня суперкрутая ZTR36 Из коробки она сразу идет вот с такой вот роторной косилкой Ширина захвата почти 90 сантиметров Мы прикрепили на нее рояльные колеса Они, кстати, продаются отдельно Если вам нужны, можете всегда для нее докупить Чтобы маневрировать ей было одно удовольствие Чтобы, как в предыдущем видео Подошел мой ребенок Которому было 10 лет, 2 года назад И справлялся с ней В принципе, даже мой сын с ней справляется Поэтому при определенной соробке Работать такой штуковины Не составит никакого труда Главное все делать правильно По инструкции И соблюдать технику безопасности А все остальное это будет мелочи Ну как, варёк? Нормально? Ну отлично, давай-давай Я обратно в соки Вы посмотрите Толщина Знаете, какой у меня самый главный вопрос ко всем? Я до сих пор не пойму Это трава-косилка или дерево-косилка? Несмотря на то, что вещь просто каких-то огромных размеров Практически как трактор Любая женщина при определенной соробке С ней легко найдет общий язык Мотор Это отдельный разговор Который заслуживает отдельного внимания Мотор здесь стоит тракторный На два цилиндра 803 куба Масляный насос, масляный фильтр есть На уклонах до 25 градусов может работать И несмотря на то, что она очень тяжелая И у нас, кстати, вчера здесь был просто ураган нереальный Земля максимально вязкая На эту косилку можно одеть металлические колеса Но я специально одел резиновые Чтобы вам всем показать Что несмотря на большой вес Вот этих резиновых колес Вполне хватает ходить по вязкому участку неровному И если у вас какое-то болото Тогда, конечно, надо докупать металлические колеса И ходить на металлических колесах Привод сцепления идет ременного типа Поэтому расходный материал здесь всего один Это ремень Но зато сама коробка передач идет Тракторного типа Гидростатическая Все управление у вас вот здесь вот на панели Джойстичками Джойстик вперед нажали Она вперед поехала Правое колесо нажали Она только правый мотор работает Левое колесо нажали Только левое То есть она разворачивается на одном месте Крутится Управлять ей очень-очень легко Несмотря на ее внушительные габариты Бак 22 литра Хватает на весь световой день Мотор здесь 4-х тактный Бензин, масло отдельно По техническому обслуживанию Все то же самое, как и везде Первые 20 часов работаете Потом делаете смену масла А потом каждые 100 часов Либо раз в сезон Это, как я уже сказал Универсальный комбайн Это не только косилка Которая может косить Траву по пояс Траву с человеческий рост Деревья С руку толщиной Деревья Ты понимаешь, да? Это не пятно Мы не просто Давай, давай Давай, давай Давай Давай, давай Давай, давай В общем-то, она косит все подряд Это вещь для тех, кто желает зарабатывать деньги Либо у кого большая площадь, и вы хотите себе самое лучшее Косилка называется ZTR36 Поступает она в двух комплектациях Это с мотором Один цилиндр, 18 лошадиных сил Тоже с масляным насосом и с масляным фильтром Либо два горшка на 26 лошадиных сил Цены будут тоже разные Либо 330, а либо 380 тысяч рублей 380, естественно, за два цилиндра 330 за один цилиндр Все управление у вас сосредоточено на вот этой вот консоль Здесь у нас включение деки Здесь у нас ручной тормоз, чтобы она никуда не поехала, если стоит на уклоне Здесь же у нас электростартер Да, у нее, видите, ручного старта нету Здесь встроенный аккумулятор Мы просто поворачиваем ключ, она у нас заводится Здесь же у нас датчик моточасов, дроссельная заслонка Вот эти вот штуки, они нужны для того, чтобы вы включили деку Это предохранитель Ну и, соответственно, вот эти вот штуки для того, чтобы она ехала вперед Либо назад Сама дека, она съемная Вместо этой деки вы можете докупить кучу разнообразных насадок Но в основном людей интересует эта насадка-снегоуборщик, с которой я уже работал И которая кидала даже мокрый снег Всего-то на всего, на 20 метров Либо щетку можете установить Щетка, она будет всю весну, осень Жижу собирать, листву собирать Отлично для уборки вот таких вот вещей Ну, конечно, основное, наверное, предназначение Это роторная косилка и снегуборщик Либо еще можно молотковую косилку поставить Если у вас там трава больше, чем человеческий рост То можете такой косить, можете молотковой Я, кстати, уже делал в прошлом году обзор Где сравнивал ее с молотковой косилкой Молотковая косилка ей проиграла Если хотите, обязательно оставлю ссылку под видео Чтобы вы посмотрели, как косит молотковая и как косит роторная И что вот эта роторная косилка, она просто в разы круче и разрывает Я думаю, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать мне их в комментарии Сама косилка, как заводится Смотрите, чтобы ее завести Мы подходим, здесь заслонка воздушная Мы ее вытаскиваем, поворачиваем ключ Сейчас сделаю оборотов поменьше Если мы сейчас начнем включать нож, она будет глохнуть Опа, заглохла Почему заглохла? Потому что мы не нажали предохранители Надо их было нажимать, и тогда она бы не заглохла Так, еще раз повторный запуск Вот, теперь я нажимаю предохранитель и включаю ножик Опа, нож включился Здесь, в принципе, ножей даже не слышно Слышно, как работает мотор, потому что мотор очень мощный Оборотов я прибавлю И смотрите, вот я нажимаю один рычаг Она у нас поехала в сторону Либо нажимаю, и он на назад поехал Моща зверская И六ичка И36 орок Играет музыка И appreciation Играет музыка Играет музыка Вышел Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok